Как сильно бывает стремление к добру, особенно к чужому? 5 января 2008 года, 0 часов 43 минуты по торонцовскому времени и в эфире 101 подкаст от канадских лосей. 5 января 2008 года, 0 часов 43 минуты по торонцовскому времени и в эфире 101 подкаст от канадских лосей. Сейчас микрофончик подвинем, чтобы мне не надо было совсем плохо нагинаться под стол. Да, ну какие-то неправильные фразы вылазят. Всякие лохляндия. Как вы уже договаривались, уже после за полуночь время мы сидим уже хорошие. Уставшие имеется в виду? Да. Так что зашли домой, сейчас еще винца выпьем. Под конец подкаста он будет не особо длинный. Мы уже будем, я думаю, совсем хорошие. Вот, как говорится, нарежемся. Или как там это? Нажремся. Я не помню, там было очень хорошее, если кто-то может на интернет найти, что-то там плотник напивается в доску, сапожник, что-то там в это, кто-то там еще... В стельку. Да, сапожник в стельку. По-моему, там керамщиков, будто это, тоже в стеклянке, ну не знаю, там был целый набор. Вот. Хотел так немножко вставить, потому что... А что ты мне и налил? Ты наливай, не стесняйся. А, ты стакан куда-то туда давно далеко убрал. Ваня тут подумал, а-ля, давайте выпьем пивка. Вот, я захотел вина, вот, и Ваня присоединился к моему желанию выпить вина, поменяв свое желание выпить пиво. Вот. Да мне, в принципе, все равно, что пить. Вино, пиво, виски. А, ну можно водку. Мы тут купили дешевое вино, которое мы, ну, обычно пьем. Кошерное вино называется Магин Давид. Вот, по-моему, компанией Конкорд. Дешевое вино, вот, ну ничего не скажешь, но как здесь говорят, it does the trick. Вот. Да, напиться получится. Да. При хорошем количестве. Хотя, на самом деле, мне другое вино нравится, оно тоже дешевое, тоже кошерное. Оно просто не такое сладкое, это какое-то слишком сладкое. Ну, тоже ничего, ничего. Ничего, нормально. Вот. Пьем как сок. Градусы даже не чувствуется, это хорошо. В том подкасте, в сотом, мы там тоже так нарубили. Если честно, я обычно подкасты иногда свои послушиваю, так, ради прикола. Вот. Прошлый подкаст чего-то не хочется, я честно скажу, от всей души. Мы там как-то... Ну, получилось, во-первых, не потому что я не мог сильно критиковать технологии, потому что я не хотел, чтобы остальные здесь засыпали. Вот. Оля сидела далеко, Виталя сидел близко, но говорил тихо, в итоге там как-то... Да, в итоге как-то криво получилось, да и вообще настроение у всех было такое, не очень. Ага. Вот. Новый год все провели просто замечательно, потому что мы записывали подкаст перед Новым годом. Да. Все провели трезво, Оля пообещала привезти шампанское и торт, вот, никто ничего не привез, все магазины закрылись, вот. В итоге очухались прямо перед закрытием магазина, до магазина не успели съездить. В Штаты никто не захотел рулить, вот, потому что, как говорится, у нас здесь есть такой магический трюк, когда все здесь закрыто, мы можем сесть в машину и прокатиться в Штаты. То есть не мы, в принципе, я не могу. Вот, но один раз мы уже такое делали. Да, было, labor day был. Да, вот, но на этот раз почему-то никто не загорел желанием все-таки съездить и отпраздновать. Да и вообще Женя сказал, что он нафиг не приедет к нам. Я не приедет, потому что у Вася торта и шампанского не было, что мне надо было сеять на толпу разъяренных товарищей, которые кричали, мы не поедем, не, некоторые кричали, что... Не, ну, понимаешь же, фокус весь в том, что если бы ты сказал, что ты приедешь, мы бы еще подумали это самое. Я сказал, что я приеду, если вы привезете. Я тебе по ICQ все уши прожужжал. Я тебя раз пять спрашивал, ну что, кто-нибудь едет, кто-нибудь едет? Да, но в том времени, когда ты уже спрашивал, уже все так подумали, а ну нафиг. Да что нам море по колено, надо было... Если бы я мог в штат поехать, я бы съездил, но, к сожалению, у меня нет ни визы, ни документов канадских, так что... Ну, а некоторые вообще говорили, что Новый год справлять не хотят, вот. А потом им приспичило вину. Да, вот, поэтому... Ну, в принципе, в принципе, его желание сбылось. Новый год мы не справляли, надо отметить. Вот, а я, как последний урод, с ночи с 31 на 1 я сидел и работал. Вот. Дома. Ну, ничего, как проведешь? Ну, барухашем, если я так год проведу, работаю. А еще было бы неплохо, если бы я работал и при этом деньги зарабатывал. А то все... Да, да, то все работаешь, работаешь, а денег не видно, не видно. Да, тут поешь, там починишь, тут что-то сделаешь. Этот товарищ, который мне 180 долларов должен, я помню, на него забил, пошел в задницу с такими возиться. Один день звонит, другой день не звонит, договорились, не приезжает. Ох. Звонить ему я уже задолбался, потому что, этот... Каждый раз звоню у него какой-то клиент, вот. Потом перезваниваю у него автоответчик, никто трубку не поднимает. Короче, ладно. 180 долларов пошли в жопу. Ну, не в первый раз. Да, не в первый раз. Вот. Так что... Нам в комментариях... Кстати, комментарии я просматривал, но я их не читал. Вот, поэтому мы, наверное, сейчас полезем просматривать комментарии. Да, заодно я почитаю, а то я их никогда не смотрю. В основном до подкаста. Обычно читаем во время подкаста. Я их просматриваю. Я их все время просматриваю. Если там есть некоторые вопросы, которые я не... Как бы они достаточно мелочные или еще что-то. Ну, например, я не знаю, там какой-то был подкаст, где там чувак спросил... Или я не помню, что там спросили, откуда музыка еще. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. В одном из подкастов один товарищ... Я не хочу сейчас летать, смотреть, кто именно. Так что простите, мою душу грешную. Вот. Но спросил, какая музыка играет. Я там отписал. То есть такие вещи как бы неохота афишировать на весь подкаст только для тех, кто читает. Кому интересно, понимаешь. Вот. А некоторые вещи я не отвечаю и жду, когда мы все-таки будем записывать подкаст. Поэтому если я не отвечаю, не значит, что мы про вас забыли. Визуалер пишет. Дорогие друзья, от души поздравляю вас с юбилеем. Почему же вы под сотый выпуск даже никого в студию из гостей не позвали? Может исправить под сотый выпуск? Это какой сотый подкаст? Ну да. И как насчет пригласить девушку? Известно, что... Известное дело, что рейтинг растет у шоу, когда девушка появляется хотя бы на один выпуск. Спасибо за то, что вы есть. Большое спасибо за комментарий. Мы позвали гостей. И судя по комментарию, по ходу этих гостей было незаметно. Да. Я не хочу сильно гнать, потому что мы никого не напрягаем из гостей. И мы так приглашаем. А-ля, приходите, расскажите свои истории. Говорили, могли бы говорить, что хотят. Вот. Никто не желал ничего говорить. Вот. Поэтому, ну... Ну, ну, вот. А все остальные, я думаю, которые были забавные гости, типа Руслана, он, по-моему, куда-то на Новый год уехал. Я не помню, то ли он уехал, то ли с кем-то там встречал. Я не знаю, где он там встречал. У него работа была. Работа, знаешь. Да, работа. Ты знаешь, клиент... Как... Тетя Маруся, блин. В три часа ночи позвонили. Да, на выезд надо, на выезд. Работать надо, знаешь. Отрабатывать. Точно. Ну, вот. Кого мы еще прикольного приглашали? А, мистер Гост еще был, но... Он от нас уже давно отчалил. Точнее, отчалил от меня, послав всех нахуй. Ну, так бывает, ты знаешь. Могли бы пригласить его. Девушек мы здесь хороших не знаем. Я вам честно скажу. Пусть меня потом закидают чем угодно. Вот. Но... На самом деле здесь русских девушек нормальных нет. Например, есть Вера. Без всякого... Без всякого... Этого... Ну, если серьезно, ей это неинтересно. И, если честно... Я не знаю, если она нас слушает, то извини, но она скучная. Вот. Поэтому, я не знаю. А другие девушки... Ну, никто не заинтересован. Никто с нами не хочет... Во-первых, у нас нету в компании девушки, которая могла бы терпеть... Как бы... Ну, обычно... У нас тут очень много подколов происходит на ежедневной основе. Ладно, ладно, ладно. Сейчас я быстро объясню. У нас нет девушек по простой причине. Потому что Ваня пидорас. Каждый раз, когда девушка приходит, Ваня начинает... Мы почему-то каким-то образом с Ваниной помощью съезжаем на какие-нибудь физические темы. Электроны, протоны, как вселенная работает, после чего девушка падает в кому и уже к нам больше никогда не возвращается. Ну, ёк твое налево. Ну, хорошо. Когда мы напьемся, мы начинаем еще и о политике говорить. Я согласен. Хорошо. Вот. Но, походу, у них это не перерабатывается. У них случается перегрев, они резко выходят из строя. Вот. Поэтому я... Ну, блин, ну не начинай гнать на это. Знаешь, сейчас социальные нормы я могу обсудить. Но, блин, в конце концов, знаешь, если девушка не может обсудить социальные нормы, я считаю, это уже скучно. Ну, действительно, когда ты, знаешь, уже... Ну, ладно, хорошо, физику проедем. Не надо трогать физику. Вот. Но когда тоже начинаем обсуждать, там, можно ли там втроем трахаться, я и две бабы, а они там так косо смотрят на этих, как будто их в задницу никогда не трахали. Ну, тоже, ну, понятно. Да, Женя сказал. Это я шучу, я не знаю, трахали их, не трахали. Не, ну, даже если вот так вот как-то рассказать, а не подумать, что мы какие-то, блин, извращенцы. Извращенцы, еще что-то. На самом деле, нет, мы любим... Поприкалываться. Да, мы любим поприкалываться, вот и все. Если у кого-то не хватает чувства юмора даже на такую маленькую пошлость, вот, то, ну, я думаю, с такими неинтересно вообще болтать, потому что, ну, время от времени проскакивает. Да, потому что о другом, о физике, политике, мировоззрении и всем остальном, такие темы философские, почему-то они тоже не переваривают. Поэтому остается, как говорится, или про Мерседес, или про пошлости. Мерседесов у нас нету, так что остается последний. Да, так что. А, в принципе, если кто хочет, присылайте Мерседесы. Ну, да. Или девушек. Подслушатель... Подслушатель постоянный. Ой, пишите почтовый адрес. Эм, значит, так, следующий. Эл, э, все, поехал. Эс, эл, вай. Лай, блин. Ну, я не говорю, все, поехала. Понеслась, родная. Да куда коньяк и беломор высылать? Дальше. Легаси пишет. Поздравляю с этом подкастом и новым 2008 годом. Желаю вам всего наилучшего и успехов в учебе, так и на личном фронте. Сам подкаст пока не слушал, так как все еще продолжаю отмечать Новый год. Классно. Но скоро обязательно послушаю. Здорово. Новый год это классно. Так, дальше я написал адрес. И последний комментарий пришел от Игоря, который пишет историю про чувака 13-летнего, которого переехал водила без прав, набиравший смс, что там напомнила мне история аналогичную у нас в Питере. Был тут голос. Была тут проверка маршруток массовые. Всяких там узбеков и джигетов в Шмонале. Так вот, кроме того, что у одного не было прав, так он еще и находился в федеральном уголовном розыске. И уголовник оказался матерый. Матерый и решил бежать, но далеко не успел. А в Канаде есть маршрутки? Ну, маршруток у нас тут... Я об этом, я, кстати, когда приехал, я об этом долго думал. И маршруток здесь нет. То есть я думал, почему их здесь нет. Я не нашел адекватного ответа. За исключением того, что... Здесь автобусы-то не переполнены. Да, здесь автобусы-то не переполнены. Здесь и так... И, если честно, я сомневаюсь, что кто-то захочет этим заниматься. В смысле бизнеса, раз. А во-вторых, потому что просто нету спроса достаточно. Так как в Москве, например, я когда в школу ездил, в 8 часов утра или в 7.30 вставал, приходишь на остановку и там, знаешь, все забито. Но вот реально ты в автобус забиваются так, что где-то к 6-7 остановке, я был на 3-й от конечной, к 6-7 остановке после, в смысле вообще, от конечной, ну все, там уже так набивались, что в двери толкались и у некоторых руки торчали. Ну да, а здесь такого нету, так что хватает у автобуса. Вот, да я сомневаюсь, что некоторые товарищи... Например, для малоимущих, у которых, допустим, нету работы или еще что-то и сидят на социальной помощи, им выдает вообще бесплатные проездные билеты на автобус. Поэтому, ну я не знаю, кто... Ну и, конечно, машин много. Да, а если уже немножко получше с деньгами и просто надо куда-то доехать, заказывать такси. В конце концов, здесь такси не так уж и дорого стоит, стоит там полгорода проехать, это сколько, 10 баксов? Ну, может, 15. 15 где-то так. Может быть, 15. Цены немного поднялись, если честно. Ну вот, ну 15 баксов. Как бы сравнить то, что ты платишь 2,5 на автобусе, который надо ждать, там, что-то полтора часа иногда. Вот, ну так. Автобус у нас здесь ходит и раз в 20 минут в среднем. По вечерам, конечно, тяжело, там где-то раз в час. По вечерам хуже, там, по выходным вообще херово. Ну, вообще неплохо. Да, передвижение есть. Надо быстро куда-то доехать, заказываешь такси. Вот. А если так, то садишься на автобус. Вот, а на крайний случай здесь, в принципе, я когда несколько лет назад у меня не было ни машины, мы с девушкой, с моей встречались и то еще. Вот, по выходной обычно я проводил, у нее, то я домой шел пешком 2 часа. От ее дома до своего, где-то так, полтора-два часа. Поэтому, в принципе, ну так, у меня тогда совсем было фигово. У меня денег не было вообще, чтобы там что-то брать. Автобусы, соответственно, ночью уже не ходили. Поэтому пришлось ходить пешком. Ну да, но с другой стороны, мы с тобой еще гуляли пару раз. Да, мы тоже. Так что, в любом случае, не так уж и плохо здесь. Даже полгорода пройти пешком, то все равно за полтора-два часа можно. Вот. Ну что же, поздравим у вас уже с наступившим 2008 годом. Поздравим еще разок. Вот. Надеюсь, у вас классный был Новый год. Не подражайте нам. Мы плохие кумиры. Вот. Посмотрите, как мы делаем. И никогда так не делайте. Да, вот. Сегодня мы вечером съездили, съездили, играли в покер. Вот. Довольно-таки хорошо. Ну как? Первую партию мы хорошо сыграли. Мы с Ваней получили, как говорится, остались до конца. Фактически выиграли вдвоем. Ну да. А потом просто поделили. Да. Все денежки, чтобы было очень приятно для души. Вот. А дальше пришло оно, и всех нас поимело в то анальное отверстие, из которого, ну вы уже сами понимаете. Пришел какой-то просто мутант не с этого света. Да. У которого... Он чуть ли... Он, по-моему, один Конан вывел трех человек из игры, второй Конан вывел еще двоих человек из игры. Вот. Так что... И с семи человек, что там было? Да. Вот. То это было довольно-таки... Довольно-таки страшно. Смотреть. На самом деле, если бы играли без второго места, ну Влад фактически, да. Он только... Ему только повезло, что он остался, но ему не хватило фишек на следующий Конан. Ну он выждал. Да, он просто выждал. Вот. А так, в принципе, он бы, по идее, вывел бы... Нет. Практически он вывел первый раз троих и второй раз троих. Ну да, фактически. Вот. То есть... Вот. Ну в принципе ничего. Мы почти ничего не затратили. Точнее денег мы не потеряли. Так что мы сегодня счастливы. на эту тему. Да, да, да. Вот. Что-то я хотел с тобой обсудить там такое веселое. А, я сейчас страдаю уже лишним вопросом. У меня еще одна... Как это поточнее писать? Семейная драма случилась. Что, ты отказал брату? Да. Вот. Ой, ну бывает. Ты знаешь. С братом вроде договорились, но потом из-за некоторых... Технических проблем. Да. Вот. Получилось так, что я не захотел к нему въезжать в тот дом, в котором, в общем... Как я уже много раз рассказывал, в хорошем месте находится. Да. Он в даунтауне. Там просто проблема. Я в принципе... Я в принципе был согласен на все. Вот. Но я еще тогда не совсем уверен был, что моя девушка со мной будет въезжать. Вот. И в конце концов оказалось, что моя девушка со мной все-таки будет въезжать. И там мне просто хорошенько... Я там ездил, какое-что узнавал. И мне мои друзья сказали, ты что, с ума сошел туда с девушкой въезжать? Он говорит, если бы это еще был ты, то об этом еще можно было подумать. Подумать. Вот. Он говорит, тебе надо там всякие наркоманы и все такое. И причем это... Надо заметить, с кем я говорил. А, здесь Адриан приходил. Вот. Он говорит, ну, даунтаун, что не так, все плохо, что там, если апартмент в здании снимать, в здании, то типа все нормально. Говорю, если бы это был апартмент в здании, я бы ничего и не сказал. Но это апартмент в доме. Двухэтажном. Таким вот обычным домике, как здесь. Который войти можно через стенку. Вот. Поэтому... Вот. За что на меня все обиделись, как обычно. Ну, не то, что на меня до этого все не обиделись. Ты у нас паладин, ты знаешь. Это, кстати, надо будет повесить этот... Шонот. Там, короче, мне тут показали один веб-сайт, называется Провал.ru. Вот. Там, в принципе, описывается Warcraft на русском языке, для тех, кто, ну, по-английски не особо шарит. Вот. Там все рассказывают. Там есть секция юмора, и я там поначитался этих всяких историй, стишков и так далее. Типа, зачем нужен приезд в рейде и так далее и тому подобное. Вот. Довольно-таки смешно. И, короче, паладин всегда виноват во всем. Если фигня случилась, то это вина паладина. Если надо лечить, то обязательно лечит паладин. Вот. И, короче, если что, то паладин. Вот и у нас паладин. Не, я, с одной стороны, его понимаю досаду, потому что... Не, ну, понятно, досаду, но ты знаешь, его досада, что он потерял бабки. А у меня досада, что... А у тебя досада, что тебя брат пытался поселить в таком районе, где... Ну, не то, что он меня пытался поселить, ну, я не знаю, там, можно это крутить-вертеть, но просто тоже, как бы, я не знаю, как бы, если бы, как говорится, если бы я один там жил, я бы еще об этом подумал, да, я, в принципе, не все так плохо. Я бы там забаррикадировал бы дверь, окна, я бы там вставил эти... Ну, начиная подготовка к ваняму, Ваня с болью такими глазами. Забил бы гвозди в окна, блин. Нет, я серьезно. Не, ну, я знаю. Я знаю, что... Это не шутка. Я уже думал, как забаррикадировать. Забил бы гвозди, и все нормально. чтобы не залезли. А, я еще поставил бы surveillance на компьютер, чтобы она аплодила все это дело в интернет, то, ну, хотя бы, по меньшему счету, хотя бы можно было увидеть, кто ворвался. Вот. Меня от этого колбасило несколько недель подготовки к военным действиям. Ну, моя девушка пришла и сказала, показала верный путь неведущему. Вот. Так что, теперь будем расхлебывать кашу. Да. Да, ладно, ладно. Все, процесс. Это у меня такая паника. А, ты про апартаменты я хотел рассказать там. Да, ну, ну, ну. Я тут уже второй день хожу, смотрю всякие апартменты. И, значит, апартменты я смотрю, в принципе, по центровым улицам и в центре города. Вот. И, значит, ну, самый первый апартамент, который я хотел въехать. Значит, во-первых, прикол, которым я никогда не знал. Если это старое здание, а старое здание вы узнаете, это стопудово, вот, то там, значит, за электричество все платят отдельно. То есть, все включено, кроме электричества. Ну, а интернете там можно не мечтать, фактически, там никто не предлагает интернет, вот. Но, электричество надо платить отдельно. Во-вторых, сколько я зданий походил, там так смешно, значит, в одном здании, там, знаешь, зашел, ну, во-первых, старые здания всегда знамениты тем, что у них маленькие квартирки. То есть, сама площадь, жил площадь, маленькая. А во-вторых, еще, что прикольно, я на стенке на дно обнаружил, знаешь, старые телефоны, где там, значит, из телефона сама трубка такая торчит, или как она там называется, о которой ты должен говорить. Ого. Да, торчат две эти штуковины, на которые ты вешаешь, как это... Где это? Пошли снимем. Я хочу себе такой, блядь. Нет, нет, он уже не рабочий, там уже все давно тебя разломали. Да нет, мне все равно, я его повешу, как декорацию. Не, небось, там они его используют, как декорацию. Я говорю, а он работает? Нет, так, для декорации. Понятно. Могли бы его вынуть оттуда тоже, ради декорации. Я не знаю, в музей можно сдать. Так ухренена в ней повеситься можно. С разгона, если прыгнуть всем телом, думаю, дырочки получатся. Вот. В большинстве старых апартнят их жутко воняет, особенно в одном, в котором я зашел, когда мы пошли в подвал, там же подвал они тоже снимают. Сдают. А, извините, сдают. Кроме того гнилого запаха, когда древесина гниет и все такое, там такой был ужас. Он за 250 долларов предлагал, значит, ну, как обычно. Все включено, кроме электричества. В общем, в этой комнате нельзя было не развернуться, ничего. Это была одна комната, вот, туалет и кухня был, как у тебя здесь, шкаф для одежды. О-о-о. Вот. А на второй этаж мы поднялись, потому что я говорю, не, нет, ну это нет. Ты можешь сидеть в туалете и принимать душ одно время. А да, кстати, можешь сразу, да, так, сел в туалет, нагнулся, и можешь голову. Красиво. Надо подумать о оптимизации, действительно, Ваня. А чё? Чёрт, как я не додумался до этого сразу. Компрессия места, блин. Да, какое решение гениальное. Вот, поднялись на второй этаж того же здания. Вот, там уже меньше пахло этим, как он называется, вот этой тухлятиной. Ну, на самом деле, я не знаю, потому что там по всему коридору этот, марихуаны несло. А, да, там просто, там просто. Из-за этой вони марихуаны уже запаха дома не чувствовалось. Да, да, да. Я, знаешь, я так стою, он пока нам эту дверь открывает, ну, там про дверь тоже можно рассказывать, там вся ломаная переломная, такое ощущение, что некоторые товарищи в эту самую дверь заходили прямо через неё. Ну, знаешь, так подходишь за ручку, снимаешь её специально. Нет, нет, у нас чуть ли не посередине проломано, а её ещё вот болтами заделали, палкой. Вот, ну ладно. Да. А на закрывать её как выходишь, досточки прибиваешь крестиком. И оборный, и оборный замок. Вот, и значит, да, я знаю, пока он с этой дверью карачился, открывал замочек, я стоял и всё думаю, ну, он по идее как бы или менеджер, или владелец этого здания, неужели они чувствуют, как здесь травой несёт. Ну, моя девушка, например, я ей когда сказал, она говорит, да, а я не знаю, что это за запах. Ну, может, он тоже не знал, что это за запах. Ну, я его однозначно, сиреневый туман. Я думал, что он подумал, что это китайская еда. О, я не знаю, о чём он думал, Вадь. Это был дурдом. Потом зашли ещё в другой дом, вот, значит, показали нам апартмент такой, и хотели, тоже старый дом, значит, хотели 575 долларов, по-моему. Ого. Ну. Я зашёл, думаю, ну, я не могу столько позволить. Студенческая зарплата, я так посчитал, это немного отойдя от темы, студенческого, извиняюсь, займа, хватает. По-хорошему вы хотите вложиться, я просчитал, просто никогда не задумывался об этом. Вплоть до 400 долларов. Да, вплоть до 400 долларов за всё ваши жилищные нужды. Желательно вместе с интернетом. Желательно. Если квартиру снимать, допустим, то даже если вы сами будете платить за электричество, то лучше за 300 долларов. Но, к сожалению, таких вариантов я не нашёл. Ну, здесь. Да, чтобы была отдельная квартира, где я мог жить со своей девушкой. К сожалению, она сейчас не работает, поэтому... Тем более со своей девушкой. Да. Если бы только ты один, то ещё я бы мог бы показать одно место. Но, опять же. Нет, то место я не пойду, Ваня, убейте меня. Вот. И, значит, 575, это уже, конечно, выше крыши. Я, значит, у него спрашиваю, а у вас есть немного поменьше апартмент? Ну, говорит, есть. приводят в апартмент, который, ну, процентов на 20-30 меньше. Я говорю, а сколько этот стоит? Он говорит, 560. 15 долларов разница. Я там чуть не помер, просто на месте. Я так посмеялся, просто я думаю, ну, вообще хорошо, ребята. Да, если бы ещё сказали 460, ещё... Ой, я бы ещё... Не, на самом деле, я бы в том здании тоже бы не оставался, потому что... Я сейчас смотрю на более новые апартменты, потому что, вот, где Ваня живёт, у него бетонные стены, всё вообще классно и красиво. Старые здания, вы знаете, даже если я в старое здание заеду, не по своей, конечно, инициативе, ну, потому что денег просто нету, но, никому не советую жить в этом старом здании. Это просто ужасающий вид. Вот. То есть, ну, кому, конечно, придётся, когда в Канаду приедет, придётся, как говорится. Как здесь говорят, you gotta do what you gotta do. Вот. Что надо, то и делать. То есть, вот, как это по-русски будет? Не, ну, я не знаю, как придётся, так и получится. Да. Что-то в этом духе это... Вот. Но вообще, вообще, конечно, не советую. Потому что всё-таки... Не, но тут многие через это проходят, знаешь, немножко, когда вообще-вообще-вообще денег нету. всё туго. Лишнего дохода нету, и там не можешь себе позволить, там, а-ля, 500-600 долларов в месяц, чтобы отдельно, или ты не можешь жить с другими людьми в одном доме, то... Да. что здесь, что здесь, в принципе, тоже, как бы, нежелательно, если только нету довольно-таки много друзей, которым ты можешь доверять, вот, то... вот, ну, вот, я ещё ничего не нашёл, поэтому, моя эпопея, конечно, старые здания меня убили, конечно. Я не приложил линка к этому, но я думаю, если вы посмотрите новости, то вы и сами найдёте. Значит, первый раз за всю историю Дакар-ралли, или ралли-Дакар, по-моему, она называлась Париж-Дакар, я тоже не помню, по-моему, Париж-Дакар. Париж-Гранада-Дакар. Вот, за всю историю, по-моему, 1979-го года, 2008-й год был отменён. И, значит, по-моему, да, французские военные посоветовали, значит, вот этим вот товарищам, которые устраивают всё это дело, не устраивать эти гонки по причине безопасности. Ещё им кто-то сказал тоже какие-то военные шишки, потому что, ну, во-первых, они не могут обеспечить безопасность всей группы, ну, это дураку, понятно, извиняюсь, когда там гоняются, не хватает военных, в каком-нибудь хаммере гнаться за этой гоночной машиной. Эй, чувак, притормози, мы не успеваем. Да. Вот. И ещё послужило какие-то террористические акты, по-моему, не один, которые были направлены как раз против этого. Вот. И, по-моему, убили четырёх туристов специально, по-моему, на показ, чтобы отменить это ралли. И вот меня... Кому ралли, блин, вообще, я вот... не догоняю, кому ралли, блин, спёрлось, вот знаешь, ну, что это, это политическая сила какая-то или ещё что-то в этом духе. Причём тут ралли вообще. Ну, гонят себе, гонят, блин, это самое, знаешь, шоу, блин. Что теперь будут отменять это самое, футбол и хоккей, что ли, из-за этого? Что там такое? Тем более, что футбол и хоккей, они гораздо больше, чем ралли. Ну, ты знаешь, в Эмиратах, если будет в каких-нибудь такой стране, то, я думаю, там могут, конечно, отменить. Не, на самом деле, я, я, я не знаю, конечно, не судить, но стрелять надо этих всех арабов нахуй. Я тебе честно, не, ну, не всех, не всех. Христиан оставьте в покое. Они нормальные ребята, потому что... Те, которые в Либаноне. Да, потому что те, кто христиане, их мусульмане режут тоже. Так что, они нормальные. Они, они тех не любят, те других не любят. Но эти мусульмане, тупые, как пробки, пидорасы полные. Вот, если кто-то нас мусульманин слушает, я извиняюсь, но вот просто... Не, ну, просто, что здесь насмотрелись, вот это вот. За всех говорить нельзя, за всех говорить нельзя, но вот эта вот тупая какая-то там масса, это, это жуть, которым промывают мозги. И с одной стороны, можно, в принципе, пойти с, как это, вестерн-философия, сказать, что это не их, не их вина, что это так вот они были выращены. да, да, но с другой стороны, знаешь, вот одно дело просто вера, а другое дело, что там происходит с промывкой мозгов. А я, я, например, все это могу, если честно, я это вижу просто вот так вот. Те люди, которые идут и убивают других людей, взрываются, я не знаю, там пофиг, убивают, пистолет стреляют. Их просто учат, или учат, или они так сами считают, или я не знаю, как там у них получается, и меня это мало волнует, если честно. Они просто считают, что другие люди, ну там христиане, евреи, я не знаю, там белокожие, темнокожие, они, что это просто скот. Ну, фактически, если так перевести, без заихрений, вот вы, которые вы сейчас слушаете, наш подкаст, вот именно ты, ты животное, которое в принципе можно порубить на части, и на самом деле даже будет хорошо, если тебя убьют. Вот, потому что, собственно, ты просто животное, чтобы те вот товарищи, которые тебя будут резать, стрелять, или взрывать, они просто попадут в рай. То есть, ты это животное для жертвоприношения. Вот. Так что, не, ну я вот только вижу, что это они так рассматривают. чем больше жертвоприношений сделаешь, тем блаженней ты будешь. Да, ну да, там в принципе суть в том идет. Чем больше ты убьешь, тем лучше. Вот. Неверных, то есть фактически животных, скот, которые ничего не стоят. Вообще жутко, если так в это вдуматься. Вот какая религия на земле, ну я конечно понимаю, что христиане тоже там... Хотя, христовы походы, ладно. Подожди, христовы походы христиане кого рубили? Мусульман они рубили? Евреев они рубили? Да. Да они рубили, блин, всех. Они христиан тоже рубили? Всех, кто не, это самое, это же, кто не, кто не этот, под, папу, нет, они... А, да, да, там же еще были другие христиане, которые жили в Урисалиме, их там тоже перерубили, потому что они не верили, во что там, по-моему, в католическую веру, что-то там такое было. Ну да, католики, блин, кто под папу не переворачивался и не вставал раком, то... Один подкастер сказал, что это просто сейчас мусульман, как раз вот это вот, 16-й век, 16-17-18 век, как раз это... не отстали. Ой, да, это точно. Вот. Видимо, сейчас догоняются, блин. Вот, ну, конечно, я не знаю, это жутко. Ладно, перейдем от пессимические темы. Если честно, я люблю, я ралли люблю. Вот, перейдем... к... ой, к чему же мы там перейдем? А, к этим, да, полноцам. Техническим. Вот. Как сделать более яркий дисплей? Я это так, значит... Ох, дисплей, все, полетело. LED. LED. Вот. И, значит, это классная такая статья, которую я нашел. Вот. И, значит, статья называется LED становится более brighter, светлыми. Яркими. Яркими, извини. Яркими. Вот. И, значит, здесь описывается, но вся идея, если так сложить, то все, что они делают, это они с этих LED они стачивают. Не стачивают, а срезают лишние фиговины. То есть, они не берут... Они здесь берут какой-то определенный материал, значит, granted технология. А, вот. Nano Imprint Lysograph. Какая-то технология. Короче, они используют этот вот Nano Imprint, чтобы сделать то ли какие-то маленькие дырочки, то ли еще что-то. То есть, уменьшить там, по-моему, количество чего там? Вот это? Это пластик или что это? Ваня, расскажи ты более. Ты более... Мне это надо почитать. В принципе, в принципе, Grand The Holes are made through technique non-imprinted Lysograph could be commercialized 3 years later. В общем, вся идея того, что они просто уменьшают как раз вот это вот чертовы куклы. А, ну, они просто срезают лишний материал, который... вот эта штука, весь пластик, что покрывает сам диод, они просто ее срезают, что, в принципе, увеличивает пропускаемость света. Да. Вот и все. Да. То есть, идея, на самом деле, очень, по-моему... Ну, до тупости проста. Да, до тупости проста. Они, кстати, здесь вначале так и написали. Вот. Ну, это мы уже так сами передумали. Вот. Дальше вторая технология здесь очень прикольная. Называется Ион Маска. А по-русски Ион, я не знаю, как будет. Значит, насколько я понял из всей этой статьи, то есть определенный материал, который, например, используется в армии, напыляют на куртке, чтобы куртки не промокали. Ага. Я точно не знаю, как они именно напыляют это, то ли... Ну, то есть при создании куртки, при пошиве, там они после этого напыляют, видимо. И они, короче, решили все тот же состав, немножко модифицированный, насколько я понимаю, для чего-то еще. Просто напылять на все те же телефоны, плееры и все остальное. Напылять это даже на отдельные компоненты, типа транзисторов и все такое, чтобы было больше защиты. Ага. Вот. И таким образом мы получим, наверное, в светлом будущем когда-нибудь, через лет 20-30-40, конечно, это я вру, я думаю, быстрее это произойдет. Ну, это он-демент, как Ваня говорит. Это в зависимости от спроса. Да, если мы резко сейчас все прыгнем в океан с нашими телефонами и подумаем, как плохо, что они не работают и будем кричать, что мы хотим как раз телефоны, чтобы работали под водой, потому что нам просто в жизни больше делать нечего. Кроме как, звоните с под воды. Да. То они резко начнут все это напылять и мы эту технологию увидим совсем скоро. Но в будущем рано или поздно они, наверное, это все-таки сделают по каким-то причинам, соображениям. Может, это будет настолько дешево, что они просто будут сразу. Как дополнительный фичер. Да. Вот. Но идея довольно-таки хорошая и классная. Так что я думаю, я думаю, что они это, может быть, будут использовать в айподах, если мистер Джобс подумает, что достаточный спрос у товарищей, которые хотят с айподами плавать в бассейне. Потому что на самом деле есть всякие эти штуковины. Ну, знаешь, там коробочки, которые кладешь и с айподом плаваешь. Я видел пару, сейчас не помню где. Вот. чтобы такая технология внедрилась, конечно, время пойдет. Не, ну, я бы согласился поплавать и при этом послушать наш подкаст, допустим. Да. В принципе, неплохо. Еще один здесь этот прикол. Хотя, с другой стороны, от ржачей иногда можно было захлебнуть. Так что, если вы пойдете плавать, не слушайте наш подкаст. Он опасен для вашего здоровья. Вот. Кресло, значит, насколько я буду, анонсировано будет на CES, не помню, как это расшифровывается, 2008 года. Ну, в общем, ну, как бы даже начать. У меня слов особо нету. Это что, кресло, на котором ты прыгаешь? Нет, это значит кресло для тех людей, которые, черт, по ручке как будет embarrassed. Стесняются. Да, стесняются того, что они любят поиграть в игрульки. Типа тебя, Вань. И, значит, они разработали кресло, значит, которое, вот видишь, там рядом справа отсек такой. Значит, насколько я понимаю, ты из этого кресла то ли можешь играть, то ли, когда к тебе кто-то приходит, ты быстро отсоединяешь все провода, кидаешь все это дело вот в этот отдельный отсек, закрываешь это кресло, и у тебя просто стоит пуфик. Ёхтель-мохтель, подарите мне москвич. Я не знаю. А под койку провода нельзя кинуть? Или вот под то кресло, которое стоит совсем по соседству обычное. или под подушку нафиг. Я не знаю, я не знаю. Мы с Ваней тут как раз недавно разговаривали на тему, мы так будем отходить, потому что сегодня подкаст такой легкий, мы пьем, курим вот. Насчет пукрида. Вот. И мы с Ваней говорили, что все летит к черту, мы все скоро... А нет, не об этом мы говорили. Мы говорили... Нет, об этом мы говорили, но в другой раз. Да, нет, мы говорили о том, что у людей начинается мания гаджетов. Я не знаю, сколько из вас с нами согласятся, но я в принципе с Ваней согласен, потому что я вот читаю все эти новости, например, это Гизмота, если кто-нибудь все-таки смотрит Линки, они, наверное, могли заметить, что мои референсы очень часто идут с Гизмота и Ингаджет. Это как раз все те сайты, на которых пишут всякие такие прикольные фиговины. И Ваня всегда говорит, что все на маркете происходит из-за деменда, то есть из-за спроса. И в принципе я с ним согласен, и поэтому я думаю, вот если все эти электронные и всякие другие вот типа этого кресла даже я извиняюсь, у меня начинает перегорать этот сладкий нектар внутри. Вот, я подумал, что вот если такие штуковины, как это кресло выходят, то видимо спрос есть. И на мой взгляд это просто ну забавно, забавно. И в принципе если это кресло стоит примерно столько же сколько обычный пуфик, только по цене, ну ладно, долларов на 50 больше. Я в принципе даже соглашусь его купить, потому что может туда можно сложить ну я не знаю, что-нибудь там электронную фиговину для читания, если у вас она есть. Ну не важно. Ну да, пришел и раскрыл, почитал и положил обратно. Ну или можно бутылку туда прятать. Пришел, выпил. Открыл креслице, там в облачко, пиво. А еще там классно было бы тогда втиснуть холодильник. Вот для вас с солеными огурцами. Это тоже будет версия вторая для кресла. Russian Edition. С холодильником так я сразу говорю. с подставочкой для рюмок или для граненого. В зависимости, там будут насадки меняться. Вы пьете из граненого или из рюмочи. Да, тогда в третьей версии она будет компьютер туда вставить, чтобы она сразу по весу определяла, сколько ты можешь выпивать, чтобы ты не перепил на ночь или там еще что-нибудь. Еще надо вставить календарь тогда и подключить интернет, потому что если сегодня допустим пятница, то можешь нажираться сколько угодно. А если понедельник, сука, тебе завтра на работу идти. Я же поломаю в первый же понедельник. Это смотря на сколько продавать будешь. Надо бы только типа в сейфы встроить, чтобы если разломать, то все кресло нафиг. Ну так вот, возвращаемся к нашей теме про гаджет-манию. Да, и в принципе получается, что люди покупают ее, но вот я не вижу никакого на самом деле. То есть, я предполагаю, что цена будет довольно-таки высокая на это дело, я просто не вижу никакого практического применения на самом деле. Я вот, например, если бы мне захотелось кресло, я бы купил как у Вани. Вот здесь такая лэйзи бой называется кресло. Оно откидывается и так удобно. На нем даже, в принципе, подремать очень-очень хорошо. И я не понимаю. Я не понимаю этой мании к этим гаджетам. И их, по-моему, делают все больше и больше, и я не знаю. Не, ну просто, знаешь, у людей сейчас, я считаю, что уровень жизни поднимается, в общем так. Вот, и уже как бы обычного кресла мало. Я не знаю, ты помнишь, нет, были такие, такие, надувные кресла, потом были со всякими шариками, вот, потом перешли на стандартные, вот, ну и знаешь, вот, сейчас, сейчас людям хочется вот такие, знаешь, прикольчиков, там, вот знаешь, а у меня вот в столе потайное отделение, а у меня вот в кресле... А у меня в столе нога. Нет, стоп, тт, поправочка. Да. Но, а у меня вот здесь рядом с креслом подставочка, чтобы кофе ставить, а у меня, чтобы бутылку. У меня, кстати, в кресле была подставка для кофе, но мы его вынули, когда обмонтировали это кресло на другое кресло, на другую половину кресла, которое мы нашли на улице. Это мелочи. Кому интересно, можете найти на моем веб-сайте кресло Эролиста. Или что-то там такое вот было. Это была рекламная пауза. Вот. Мы производим эти кресла в любом количестве на ваш заказ. Также оно приходит в разных цветах, красным, синим, зеленым и любого цвета, также военного. Возвращаясь к нашему креслу... Ну и вот. Весь фокус в том, что люди жиру бесятся нафиг. Вот и все. Но мы не уверены, потому что данное мнение базировано на наших не особо далеких и не особо богатых соображениях, поэтому... Да ладно, нам из погреба виднее. Ты чё? Поэтому, если у вас есть другое мнение, то мы всегда готовы с вами его обсудить и мы, в принципе, даже... Можем даже обмыть. И взять свои салава обратно. Да. После обмывки. Да. Но это в зависимости от количества обмывок. Да. Вот. Все уже начали, по-моему, я не знаю, но некоторые начали уже давно пускать слюни от новых продуктов, которые Apple должна выпустить. Все это представление начнется на, по-моему, Macworld, или как он там называется. Вы, короче, уже... Бла-бла-бла. Да. Я тут не могу найти, где это. 15-го... Ой, здесь это... Да, точно. Macworld Expo, которое начнется 15-го января. О, прочитал. И, значит, уже по сети ходят давно всякие предположения. Это будет маленький компьютер. Смысл не маленький, извиняюсь, а тоненький компьютер с тачскрином и, в общем, там такое все классное еще. Он еще с клавиатурой, не? Не знаешь? Да ты знаешь, они все... Одни говорят с клавиатурой, другой... Я тут нашел в интернете, по-моему, я не приложил эту ссылку. Там какой-то новый Macintosh показывали. Ну, тоже, может, на фотошопе сделали. Кто знает. Вот. Который, значит, вся идея, что он офигенно в два раза меньше, допустим, ну, моего, наверное, будет одна третья моего лэптопа, скажем, грубо говоря. По-моему, ну, так, на глаз, я бы сказал. Ну, вот, размер, скажем, USB примерно, тонкости. Ну, примерно, может, чуть-чуть потолще. И, значит, вот этот вот маус-пад, он будет чуть ли не на весь, вместе с этой кнопочкой на весь, с одной кнопочкой на всю эту швену. Уже педаль будет. Кстати, да, над этим жутко издевались. Короче, слухи ходят, никто ничего не знает, все хотят вот этот вот лэптоп, ну, скажем так. Еще никто не знает, но все уже хотят. Да. Не, ну, все же давно вроде там что-то хотят и все такое. Вот, скажем так, народ очень долго бредил, что Ньютон выйдет. Потому что, ну, ты знаешь историю Ньютона. Нет. А Apple сделала первый PDA, по-моему, ну, один из первых. А, когда он нам на бошку, что ли, упадет? Он был очень классным PDA, просто тогда народ не понял прикола. О, я понял прикол насчет Ньютона. Вот. В принципе... Упадет Apple нам на голову и нас озарит. Ну, ладно, скажем так, большинство людей, которые сделали большие прорывы в науке, они тоже не были или признаны в свое время, или достаточно признаны в свое время. Правильно? Ну, Большинство... Вот. В принципе, то же самое, ну, пример, то же самое произошло с этим Ньютоном. Вот. Идея была классная, функциональность была просто супер, вот, но народ не допер, в итоге продажи не пошли и все это дело загнулось. А дальше... Он просто не успел запатентовать. Да, не будем идти в патентные дела, это вообще, знаешь, завязываем глазами в погреб погружаться. Вот. Ой. Тык-тык-тык. О-о-о-о. Пэйн. Вот. Но в итоге многие годы народ бредил, что Apple возобновит Ньютон, сделает более такую классную версию. Вот. В итоге этого не случилось, поэтому то, что они сейчас все бредят насчет нового компьютера, конечно, будет. Конечно, будет. Будет меньше, будет тоньше, будет лучше, будет быстрее. Это все прекрасно знают. И знаете почему? Потому что, когда каждый раз новый компьютер выходит, он быстрее, тоньше, лучше и красивее, и вообще можно на него просто... Ну, вы уже поняли. Вот. Поэтому... Можно повесить какую-нибудь... Знаешь, целлофановую пленочку на экран. Чтобы не запачкать. Вот. В общем, конечно, что-то будет. И мы, конечно, все надеемся, что это будет как раз какой-нибудь тонкий с multi-touch screen и весь такой крутой. Ну, мы посмотрим. До 15-го мы дождем, как раз здесь осталось 10 дней. Вот. Дальше тоже от Apple взломали. Наконец-то взломали, как и обещали в том году. В этом году взломали iPod, вставили iPod Touch. Надо поправить. Вот. Вставили туда микрофон выносной, который подсоединяется к этому нижнему коннектору, который там единственный во всем iPod. Там только один коннектор. Вот. И звонили даже на обычный телефон. Я жду и я надеюсь, что когда Apple, ну, с такой уже более легальной точки зрения, когда Apple откроет свой код для девелоперов, чтобы можно было писать спокойно и легально программы для этого iPod, вот, что Skype напишет версию для этого дела. Вот. Ты думаешь? Я надеюсь. Я не уверен. Надежда надеждам, но на самом деле, если так подумать, то Skype он очень тяжелый. Ну, ты знаешь, обрезать ему яйца можно, с учетом того, что там, например, видеоконференция, но это не надо на этом устройстве. Я надеюсь, Ваня, я надеюсь, что Skype сделает правильный ход и портирует, портирует свою программу на iPod. Насколько я понимаю, это не так должно быть сложно. Вот. Но, вот, то, что я линк приложил, там, YouTube-видео, можете посмотреть, неплохо, неплохо. Я, в общем, все за. И, в принципе, для Skype это будет хороший ход со стороны приобретения еще больше пользователей. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Но, я думаю, там, как обычно, тормозят товарищи бюрократы. Ну, да, там будет опять обсуждение. Да, и будут долго тормозить, пока кто-нибудь не прорвется, не вырвется и Skype дальше будет терять деньги. Вот. Наконец-то. Оно. Это что такое? Те, кто читает мой сайт, уже с этим знакомы. Это, значит, ну, во-первых, это веб-сайт называется warcraftmovies.com На этом сайте очень много всяких... I've gone wild. Во-первых, о, господи, я даже не обращал в них, что это такое? Это что, порнуха в Варкрафте? Господи, ой, ой. Мы сегодня за покером и сидели, и у нас было обсуждение между чуваками. Типа, один чувак говорит, Дарьо-то, по-моему, сказал, он говорит, слушай, у меня вот тут есть идея, насчет порно это самое, муви, это самое, сделать порно с этим, с пивом, да? Да. С Геннессом. Вот. А другой говорит, да ты что, уже было сделано. Он говорит, да, действительно, он говорит, да, ты знаешь, есть в интернете такое выражение, это самое, если ты об этом подумал, то они в порне об этом, это уже сделали. Вот. Ну, а потом, Женя что-то сказал, это самое, порн в Варкрафте, я говорю, уже сделали, скорее всего. А потом еще обсуждали этот, это, furniture porn. Это вообще... О, furniture porn, это, это, прикольно, ну, для тех, кто... Хардкор-католиков. Кто не шарит в английском, furniture это типа мебель, вот, ну, и здесь есть такая мебель, она называется love seat. Это такое, такое креслице для двоих, да, для двоих, вот, в котором, походу, очень удобно. Целоваться. Да, ну, да, я имею в виду, да, целоваться. Вот. Что-то не подумали лишнего. Ну, они, короче, взяли два таких креслица и делали фильм из этого, как они друг с другом эти креслица. Не люди, а кресла. Да, кресла, кресла. Для тех, кто еще не совсем проснулся. Я так, ой, я тогда так, чего? Вот, так, возвращаясь к этому сайту, warcraftmovies.com, вот, там вообще много симпатичных всяких мультиков, в основном, там очень много всяких таких левых мультиков, типа, я крутой чувак, посмотрите, как я рублю. Это, в принципе, не сильно много всех, кого-либо привлекает, но, там есть классная секция, типа, фильмы по комедиям, драмам и всем такому, всему такому. Советую, кто, в принципе, не брезгает этим делом, я, потому что, на моем сайте я просмотрел один фильм на полтора часа в Warcraft сделал, ну, так и неплохой, мне понравилось, смотреть можно. Вот, ну, все-таки вернемся обратно, Illegal Danish, Escape from Agrimar. Этого фильма мы все ждали уже, по-моему, два года, я не знаю, как-то насчет ты, но я точно ждал. Ну да, долго уже, долго ждали, я уже, в принципе, на это дело забил, я подумал, что они никогда его не выпустят. Да, но они, наконец-то, его выпустили, насколько я понял, там не совсем концовку так красиво сделали, то есть, там все красиво и классно, но, по-моему, там где-то они укоротили что-то. Ну, финансов не хватило. Я не знаю, они, наверное, подумали, что за три года они не выдержат это делать. Вот, но фильм очень смешной и очень забавный, что, в принципе, советую всем посмотреть его. Он, конечно, на английском и там очень много приколов на английском, поэтому я не знаю, если кто там будет это переводить на русский, но, в принципе, кто немного рубит в английском и знаком немного с Варкрафтом, те, наверное, поймут прикол, я думаю, я не уверен, но так. Короче, для Жени было интересно, я его еще не смотрел. Тебе понравилось, я понравилось. Посмотрю обязательно после записи подкаста. Вот. Дальше. Статья я не знаю, нафига я ее сейчас засунул, мне просто стало смешно. Все, наверное, знают такие экономичные лапочки, которые вроде светят под 100 ватт, а берут, на самом деле, где-то около 30 ватт. 23. 23. Ну, плюс-минус 10 ватт. Вот. И, короче говоря, какие-то британские ученые, по-моему, это были британские, если я ошибаюсь, простите, сказали, что эти лампочки могут вызвать у вас всякие болезни. Ну, я как прочитал название, думаю, ну все, пора. На самом деле, это не совсем то, что я читал, я просто такая, ну, не тусть. Это не именно та статья, то, что я в шоуноцах листью, а это я читал немного другую. Вот там написано «Разные болезни». После прочтения этого названия, я подумал, надо прочитать, а то вдруг у меня рак разовьется, там почки отвалятся, я не знаю, спидом заражусь. Вот. И, короче говоря, оказалось, что это все-навсего, это для тех людей, которые расположены, или у которых есть мигрени, мигрени могут, могут потенциально стать хуже из-за этих лампочек. Почему? Потому что у ученых есть подозрение, что эти лампочки мерцают. А для тех, кто страдает мигренью, они прекрасно знают, что вот этот вот фликеринг, или как это по-русски будет, мерцание. Ну, вспышки. Да, то есть так. Не вспышки, а вот это моргание. Моргание. О! Моргание этих лампочек, оно как раз и раздражает, очень сильно, по-моему, усугубляет. Это как бы подсознательно, знаешь, ты вроде бы как изначально не видишь, но подсознательно это очень раздражает. В принципе, меня тоже оно немножко раздражает, но... Рыжа, позвольте, если у тебя эта лампочка стоит. Вот, на что другие товарищи, другая секция, гильдия, секта правых или левых сказали, что на самом деле все это фигня, эти лампочки не моргают и все такое. Вот, на что британские ученые сказали, что нам нужно больше средств и мы будем дальше тестировать. А, так они выбивают деньги. ты знаешь, в принципе, пусть дальше выбивают, хочу посмотреть, что они выбьют. О, это что за девочка? Не знаю. Вот, следующая веселая статья. Дальше, по-моему, статьи должны только становиться веселее и веселее. Ой, она спирает. Так, держа себя в руках, ой, блин, сигареты упали. Так, спокойно, протрем глаза еще немного. Прорвемся, не стыдь. Ее третий час игры, Alliance, как это, Heavy on Defense. Ты знаешь, я не представляю, как три часа можно варсун гауча рубить, я не знаю. Мы после часа уже все дохлые, просто бегаем. Так, ну ладно, давайте вернемся, что-то мы срулили боковую дорогу. Да, да, да. Какой пальчик у него классный. Секси. Так, ладно, вернемся к теме все-таки. Да, сиськи у него какие. Ладно. Так, вот, значит, какие-то товарищи, я не помню, какие даже не буду читать, изобрели новое средство, как определить, если вы пьяный или нет. В принципе, это будет использоваться полиции при проверке водителей, при облавах водителей. Вот, и значит, какая-то, в общем, идея, что, значит, маска ставится к вашим глазам, такая своеобразная маска, зайдите, посмотрите на фотографию, и значит, насколько я понимаю, там стоят какие-то сенсоры, которые следуют твоими глазами. Вообще, мне это очень интересно, в статье написано значит, следующее, это меня больше всего умиляет, просто убивает нафиг. Значит, они говорят, что вы не представляете, но по ширине, то есть, вот по ширине раскрытия зрачка, потому дергается он или нет, и там еще почему-то, можно определить, находитесь вы под наркотическим или алкогольным влиянием, ты представляешь? Ты представляешь, сколько миллионов они в этот ресерч угрохали? Я хочу знать, дайте мне репорт, я хочу знать. Что-то мне вспомнилось, как один физик изучал это самое, как быстро спадает пену в пиве. Ну, о чем там было? Ну, ничего, он там... Сколько миллионов туда угрохал? Не знаю, какой у него бюджет, короче, был, но он все-таки пришел к ответу, что пена в пиве в среднем спадает экспоненшал рейт. Чем больше проб я делал, пиво спадало все быстрее, быстрее, с учетом того, что мой этот фрейм рейт пер секонд падал. Открыл глаза, закрыл глаза, открыл глаза, смотрю, уже все упало. Ух ты! Интересно, он засекал, сколько он отключался? Ты знаешь, если ему этот ресур еще университет оплачивал, я за, пошли что-нибудь про водку изучать, водку, шампански, ух, посмотрю, как там быстро спадает при смешании двух компонентов. Я помню, короче, это самое, у меня химия была, лабораторная по химии, вот, ну и что-то там один чувак был такой прикольный у нас, он как бы там за нами следил. Что вы там не выпили, что не надо? Не, ну он нам это самое, типа давал работу, записывал, принимал работу и так далее. Это Джи, этот, Джи, помощник, короче. Вот, он там что-то мне сказал, типа, а что тебе это самое, химия неинтересна? Я ему развернулся, сказал, единственная химия, которая мне интересна, это та, которая содержит алкоголь. я думаю, им надо сделать отдельный курс, или нам надо сделать клуб в университете, где мы будем учить студентов, как мешать нужной компанией алкоголя, чтобы добиться быстрого эффекта для ваших разных целей. Ты думаешь, мы можем объединиться с клубом по выпиванию пива? Я не знаю, ты знал об этом или нет, но в универе есть клуб реально по выпиванию пива. Ты серьезно? Да. А знаешь, самый большой прикол из этого? И сколько там народу в этом клубе? Я не знаю, сколько там народу, но если у тебя есть клуб, вот, и ты проводишь какие-нибудь события, мероприятия, мероприятия, вот, мероприятия, вот, и ты какие-то расходы у тебя на этом мероприятии, ты можешь получить от универа 30% от твоих расходов ты можешь получить от универа. То бишь, собирается 10 человек, хорошо выпили, принесли рессита за водку, им дали 30% от того, что они потратили на эту водку. Ты знаешь, если в клубе разливают пиво на халяву, вот, то в принципе можно и записаться. А если нет, то мы в принципе здесь и так можем себе пиво купить. Ну, просто знаешь, что 30% в скидках. Хотя ты прав, в принципе, можешь вступить в этот клуб лишь потому, что у нас третьего всегда не хватает. Пригласим какой-нибудь папуасы здесь черного, который говорит на каком-нибудь непонятном языке и будем записывать подкаст втроем. А вот что будет? Скажем, ну ты болтай, болтай, блин, да? Что-нибудь скажи, скажи что-нибудь, ну, ну. Мы его напоим, там, по 400 грамм водки выпили, тот уже отрубился. Все хорошо. Что там во сне болтай, да? Так вот, возвращаюсь к этому. Что-то мы о своем, да? Мечты. Заоблачные мечты студентов уехали. Так вот, они оборудовали как раз какие-то камеры, сенсоры, которые сидят за вашими зрачками и после этого определяют, то есть, как они там дрыгаются по какому-то алгоритму, пьяный вы или нет. Что они, насколько я понимаю, говорят, что намного эффективнее, чем чего-то там еще, как то, что у них сейчас используется. Так, хуя я сюда пришел. А да, полотенце. Кстати, ты это сам выставлял линк, Нет, надо будет, ты найди его. Утек твой налево, ну. Выставим в комментариях, давай двигай к следующему, потому что я чувствую наш этот респонд тайм начинает резко увеличиваться экспоненшили. Apple, Apple, господи, Mac Share, о. Mac OS X Market Share. То бишь, сколько на рынке значится Mac OS-ов. Да, то есть, фактически Mac компьютеров, можно даже так сказать. Короче, за последние сколько-то там дней, ой, нет, месяцев, помните, совсем не за много месяцев, то ли за два, то ли за три, то ли вообще за один. А, подожди-ка. Да, подожди, стоп-стоп-стоп, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. За декабрь выросло до 7.3 и 1%. Вот. До 7.31%. И значит на общей полосе всех остальных операционных систем в общем Mac-компьютеры продвигаются. И в принципе, я думаю, мы не будем рассказывать почему. Вы как-нибудь поставьте себе винду и попробуйте зайти в интернет, поставить себе какой-нибудь антивирус или фаервол. Я не знаю, что-нибудь там после установки операционной системы в Windows. Да, главное не отключайте его от интернета при установке. Что я там себе установил? По-моему, я IIS-сервер я себе устанавливал тогда. При установке этот самый говорит, а теперь отключите кабель от вашего компьютера, потому что вы можете подхватить вирусы. Правда, спасибо. Что предупредили заранее. Ладно, мы не предупреждаем. Раньше, видимо, не предупреждают. Вот. Ну, в общем, проэкспериментируйте, потом расскажете, как у вас там что получилось. Да, кстати, после этого просканируется Windows на всякие неблагоприятные entities в вашем компьютере. Так, дальше становится все веселее. Нашел какую-то, значит, мышку нашел, которая крепится к вашему лэптопу на этих, как она называется, присосках. И у вас тракбол. Мне интересно, тракбол, это как будет шарик, который такой шарик за место мышки. Да, шарик, шарик. Меня вообще интересует, какое количество человека этим шариком пользуется. Я, например, пользовался этим шариком, когда у моего дяди был... Количество человека, я думаю. То количество, которое относится к пальцам. Так. Продолжаем. А, записывай. Подкаст. Вот. В итоге, значит, последний раз я пользовался вот таким вот шариком для наведения по экрану. Я пользовался где-то, дай-ка вспомнить, лет 10 назад, по-моему. Или нет, стоп, сколько мне там лет? А, нет, нет, вру. Лет 8 назад. Вру. Вот. И, значит, это было на каком-то 133-м пентиуме или 166-м пентиуме. Очень-очень давно, когда у меня еще был 286-й компьютер, которым еще можно было даже играть в игрушки. Хватит себе обжигать пепел садомазохист, а? Так, вот. И, а... Мне интересно, кому нафиг это сперлось? Вот посмотрите на фотку и потом скажите, нафига? Ну, что это за... Что, пальцем уже по лэптопу потереть нельзя, поэтому тачпаду? В чем, в чем? Нафига это? Нафига эта штука нужна? Неужели нельзя купить ту же трехдолларовую мышку, которая просто ездит по долбанному столу? Зачем вам этот трекбол? Как они здесь называют трекбол? Это ж... Ну, кому-то, может, эти болс нравятся трогать. Ну, типа... Кругленькие такие. Такие кругленькие. Покатились отсюда. Пальцами так покрутить туда-обратно, знаешь, покрутить пальцами эти шарики. Ну, шарик. Шарик. Я серьезно не знаю, что... Ну, ладно, я не могу. Сколько это дело стоит? Здесь они не написали, а жалко. Жалко, потому что... И при чем все дело работает? Сейчас устанавливается на присоски. Нафига тебе эта присоска? Нафига? Возьми в руку. Он такой маленький. Ты возьмешь руку и будешь этим пальцем... Пальцем вот своим этим... Как он называется? Палец. Вот этот палец. Да, вот этот. Большим, большим. Вот. И будешь им крутить? Я не понимаю. Ладно, поедем дальше, пока меня совсем не распёрло. Вот это тебе нравится. Я не знаю, если ты это видел. Я показал своей девушке. А, ну, тоже вибратор, да. А, я тебе показывал, да? Да. Мы здесь даже можем проиграть. Да, видео такое проиграть. Да я его видел, блин, ладно. Ты уже видел. А мы еще раз его проиграем. Вот. На самом деле мы его, пожалуй, поставлю на паузу, потому что там никогда не говорят никаких слов безобразных. Вот, потому что все это записывается. Да. Они там не должны говорить. Но вся идея, значит, что такое небольшое устройство подсоединяется, в общем, к вашему айподу, который, значит, сразу вам и наушники, и вибратор. Ну, в общем, это, в общем, я не знаю, о чем тебе это говорит. Мне это говорит о гениальном успехе айпода. Да, уже вибратор из него делает. И, значит, мне понравился там один товарищ, говорит, ну, значит, вы там это все подключаете, вот, устанавливаете. И можете вибрировать под музыку. Да, да. Он говорит, и вы начинаете, ну, тогда вам только техно слушать. Вот. И, значит, это вы начинаете, как этот, баунсуэй, там, под музыку. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ох. Я вот единственное не понял, почему это чувак говорил, потому что это уже в прошлое смотрелось. Я думаю, это обречено на провал. Я не знаю, сколько женщин любят техно, но чтобы серьезно там сдрочиться, по-моему, нужна такая просто хардкор техна. А вот после этого комментария скажите нам, пожалуйста, сколько, знаете, девушек, которые согласились бы вот это слушать, а еще присутствуют при этом с двумя парнями. Помните? У меня другого вопроса, сколько девушек согласятся вибрировать под наше шоу. По-моему, мы с ритма сбиваемся сильно часто. Да, я думаю, сейчас у нее, кстати, бы настало. А сейчас расслабли. Ну, в принципе, Ваня, может, нам стоит как раз заняться бизнесом, это, собирание музыки как раз для... Максима, ты знаешь, сколько можно бабок собрать на... Ты знаешь, сколько мы сможем музыки продать как раз для вот этих вот приспособления. Они музыку еще не делают, а мы сделаем специально. Музыка для оргазма. Музыка для расслабления. Музыка на два часа. Малтиоргазм в каком-нибудь водопаде. О, елки-маталки, ты подумай о возможностях, Вань. Это гениально. Это открывает столько дорог для, это, third-party, партии, черт побери, производителей. Да. Это колоссально. И наш спешл. За три минуты. Перерыве на работе. Если у вас совсем нет времени, то мы сделали этот трек специально для вас. Вы можете использовать в туалетах, в публичных туалетах. Ой, давай дальше поедем, я не могу. Надо будет тогда прилагать кляп. Ой, черт, опера вырубилась. Вместе с аундтреком или как? У меня еще займет несколько секунд, пока опера сейчас закроет. И заодно вместе с оперой рухнул и гаражбанд. Вот, как мы вовремя подвели эту тему к концу. Сейчас опера загрузится, буквально через секундочку, и мы продолжим с вами, продолжим этот подкаст. Да, мы с вами вот продолжим сейчас. А пока что мы ждем продолжения. Давай возьмем перекурную паузу. Перекурную паузу. Вот, в общем, зайдите, посмотрите, там особо понимать нечего, так что посмотрите видео, повеселитесь себя. Так, о господи, теперь это еще грузится и будет. Черт, его кукла. Так, это мы закроем. Так. Под конец у нас будет совсем такая невеселая тема, но весьма прикольная. Так, ладно, начнем не по порядку. То, что... О, замечательно. Нью-Йорк Таймс нам сказала до свидания. А, извините. Лос-Анджелес Тайм. Ну, ладно. Прокатим без этого. Так. Ну, что же. Еще одна новость про Apple. В будущем году уже слухи давно ходили, что Apple собирается создать... Вот по-русски я не знаю, как это будет. Как это... Лейбл. Лейбл это та компания, которая... Которая обычно приходит артисты, подписываются. Значит, вся музыка выходит под каким-то лейблом. Под каким-то... Ну, спонсор. Нет, это не спонсор. Это, грубо говоря, записывающая компания. Recording Label. А, ну, да. Ну, ну... Ну, вот, я точно не знаю, как это. Переселил. Ну, в общем, походу слухи начнут накаляться и говорят, что какая-то Jay-Z. Я не знаю, что это такое. Какая-то певичка или певи... Хрен знает. Кто знает, кто знает. Я не знаю, там, какого-то этого показывали. Вот. Кто знает, расскажите. Ну, они, короче, там, видимо, Джобс с этим Jay-Z по бабкам договорились. Вот. И в итоге, по-моему, все-таки мы увидим это. А чего его лицо такое перечеркнутое? Это... Я не знаю, кто. Я сперва думал, это Билл Гейтс. Но Билл Гейтс до этого музыкальной индустрии, как Меда Луны. Вот. Но почему я эту новость ставил сюда? Потому что ты вообще перспективы видишь. Ну как? Они продают музыку и... У Apple есть телефоны, которые очень популярны. И телефон еще не везде. Но мы можем понять, почему они не везде. Потому что они еще их не везде продают. Раз. А во-вторых, еще... Из-за стоимости. Да, еще не все могут их купить. У Apple самый-самый популярный MP3-плеер. Да. А у Apple растет шер-маркет их компьютеров. То есть, Apple понемногу выходит и выходит на рынок компьютеров. Все больше и больше. Я сам помог своей знакомой купить еще один Apple. Вот. Что еще у Apple происходит? А! Естественно, самый популярный музыкальный магазин онлайновый. Также фильмы продаются в этом же магазине. И также ходят слухи, что они собираются ориентировать. То есть, это нож в горло всяким блокбастерам и другим компаниям. Может, сердце? Я думаю, в горло. А, быстрее. Чтобы глотать было тяжелее. Понятно. Вот. Ну, в общем, этот ход... Я не знаю, но... Я вижу. Может, я уже достаточно пьяный, но я вижу. Сколько пальцев? У тебя туда-сюда почему-то болтается. Руки. Ваня, у тебя руки трясутся. Я не могу посчитать. Вот. По-моему, нас накроют тазом. Мы очень скоро. Нас? Ну, всех нас. Мы в одной и той же лодке. Ты что думаешь? Как Билл Гейтс однажды сказал, мы должны сделать тот продукт, от которого люди будут зависеть. И он, в принципе, сделал. Молодец. Хороший Билли. Билли Боунс. Так же, так же, чё там? Так же, чёрт побери. Ладно. Остров сокровища. Вот. В общем, это пахнет керосином. Я думаю, в будущем мы увидим что-то более интересное. Да, и тогда все эти, блин, артисты начнут потихоньку перебегать к Капалу и... А не будут они перебегать к Капалу, Ваня. Не будут. Ладно, начнём мы заданным наперёд, чтобы окончить на совсем весёлой теме, которую мы... Обобщим. Обобщим, да. Вот. Итак, какой-то товарищ, которого так до сих пор не нашли, вчера прикольнулся. Вчера, извиняюсь, это третьего. В принципе, мы записываем в ночь, поэтому, по идее... Сейчас уже, в принципе, пятая, но на самом деле это ночь после четвёртого, то бишь, как бы вчера это... То есть, для нас сегодня это ещё вчера, поэтому... В общем, третьего. Ну, короче, пони. Прикольнулся на маркете, на вот этом глобальном маркете. Где там на... На бирже. На бирже, да. Ой, извиняюсь. И он сделал вот что. Цена за один баррель ещё не поднималась в истории больше 100 долларов. Я не знаю, почему они так многое облизывают цифру 100 долларов. Потому что она так никогда не поднималась выше 100. Да раньше бензин был дешевле. Почему она должна была подниматься выше 100 долларов? Идиоты. Так. Так вот. И, походу, кто-то решил сам себя прославить. Ну, я не знаю. Я думаю, ему бы рога подшибали, если бы нашли. И подшибали бы, наверное, не мы, но какие-нибудь другие товарищи. Вот. Но он специально купил минимальное количество, а это является 1000 баррелей, по 100 долларов. Что это было рекордное число. И, в принципе, тут же их совершенно тут же продал по дешевке. То есть, где-то за 99... Тоже за 99, то ли что-то там... Нет, он 1000 баррелей купил. Да. А я что сказал? 100. А, извините. 1000 баррелей он купил. Минимальное количество. В итоге он купил, я читал эту статью, сейчас не могу. Продал он их, короче, дешевле. Ненамного. И на всем этом деле он потерял 600 долларов. Но при этом весь маркет был шокирован, что цена типа пошла вверх, то все. Вот. Видимо, никто до конца не ожидал. А весь прикол состоит в том, что прикол, по-моему, немногие догоняют. И вообще немного странно, нафига надо было такое делать. Ну, вот я, например, когда с девушкой... Там мы так иногда... Я иногда мечтаю о том, что она когда-нибудь дойдет к своей карьере до какого-нибудь такого высокого ранга, где она сможет... Ну, это не особо высокий, но такой хороший ранг. У нее ранг повысится до капитана. Да. И она может торговать на бирже, получит брокерские права. И елки-маталки, надо хлебнуть венца. Вот. Я говорю, надо хлебнуть. Да, надо... Так, сейчас. Бульк-бульк. Вот. И она сможет торговать на бирже. И тогда я ей предложил, что можно будет убивать всякие маленькие компании. И делать лажу большим компаниям. Путем как раз играния на бирже. Вверх-вниз, верх-вниз. Потому что, ну, такой базовый пример. Если скинуть много акций на биржу. Ну, допустим, у тебя там есть, я не знаю, какое-то... Немаленькое количество. Потому что, в принципе, на 1-2% от какой-то компании, если кто-то начинает дампить, в принципе, срать на это хотят. Вот. Но если у тебя есть какой-то substantial amount акций, ну, скажем, там, 5% акций. Ага. И ты резко их начинаешь продавать, причем все. Начинается паника, потому что один продает, другие начинают думать, а что происходит. А почему он так резко начал продавать? А почему он так резко начал продавать, да. Особенно, чем больше у тебя акций, тем больше у тебя веса в этой игре, фактически. Знаешь, как, как этот, как этот, самая, японская национальная игра, сумо. Чем крупнее твой противник, тем быстрее он тебя выведет с поля битвы. Вот. И тогда, может быть, в принципе, можно, если так, научиться всем этим владеть, потому что я в бизнесе нихрена не понимаю вообще. В принципе, можно маленькие компании просто банкроты вводить такими маленькими приколами. Ой, какой-то я сегодня несчастливый. Давай-ка прикольнемся. Бум. Кто-то обанкротился, тысячи человек лишились работ, плачущие семьи, хреновый Новый год. А ты сидишь и говоришь, как я всех хорошо обломал, мудак. Таких надо находить и отстреливать. Ну, это ладно. А ты еще и адрес выставил. Вот, сука, блин, адрес-то мой выставил. А проблема в том, что я переезжаю, Ваня. Ты не забыл про это? И кому придет, если кто-то пошлет, то кому это все придет? А кому придут и едят? Ваня, Ваня, спокойно. Главное, что ты меня не знаешь. Вот. Ну, в общем, вот такая вот фенька. Я не знаю, если это кто-то сделал ради того, чтобы быть первым, кто преодолел, кто первым купил, как говорится, за 100 долларов, преодолел планку. То тогда, почему мы не знаем его имени? Ну, весело, весело. Вот так вот прикалываться на биржу. Да. Вот так вот. Дальше для... Совсем веселая уже начинается тема. Для любителей поводить. Я ее вкратце тебе опишу, Ваня. Вот. Ну, в принципе, некоторые из нас уже это давно думали, почему это еще не сделало. Вот. Ну, ты же знаешь про всякие, этот, GPS, стилать навигацию. Ну, да, да, да. Догадайся, что они сделали, Ваня. Не знаю, автопилот? Ага. И автотуалет. Прям там же. Кто, у кого, говорится, не может выносить страницу. Нет, они... Ты приблизься, да приблизься. А то ты там отвалился, а я тут скрючусь на крыльях. Ну, что это? Ну, я не знаю. Небось, осталось уже совсем немного до конца подкаста. Мы уже почти там. В смысле? То есть, в смысле. Вот. Короче говоря, эти товарищи собираются использовать GPS для чего? Для того, чтобы смотреть, где ты сейчас находишься. Ну, где это? Где-то там что-то... Да, куда ты там поехал? Где-то там запарковался? А, кстати, насчет парковки это классно. Да прикиньте, здесь во всех машинах поставить GPS. А потом поставить вот те пидорасы, которые разъезжают. И сегодня одна из этих косоглазых сук, извиняюсь, китайцев, извиняюсь, китаек, дала мне этот тикет на 40 долларов. Вот, блядь. Штраф. А, извиняюсь, штраф на 40 долларов. Я буквально остановился на 5 минут не в том месте. Как она подлетела и дала мне штраф? Закон подлости. Здесь он называется Закон Мерфи. Вот. Так, прикинь, вот такие машинки оборудовать. И сразу... О, а вот человек... Чувак, извиняюсь, тут совсем недалеко. Там два перекрестка запарковался на том месте. Закон пиле. Оп, тикет. Ты знаешь, как это повысит, насколько это повысит эффективность раздавания штрафов? Ну, я думаю, это будет реальный, блин, твинький. Черт побери. Пошли нафиг завтра в этот... Нет, завтра они не работают. В понедельник в городской совет или как это? Сити холл. Как это по-русски будет? Не знаю. Это, ну, местное государство, которое мэр или... Нет, здесь мы... Да, 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 ну, это в мэре, во! В райползком, во! Будем догадываться, как это называется. Короче говоря, вот это здание, где сидят все товарищи, которые управляют этим городом. Пойдем и предложим мы на эту систему, а также мы еще напишем софт для самого оптимального вот этого вот... Отслеживания преступников. Да. Ты знаешь, сколько они бабок на этом срубят? Все на то, что и для полицейских то же самое можно, а также еще можно для полицейских. Ты знаешь, сколько стоит штраф, если ты не прошел, если ты просто забыл пройти тест на выхлопы? Порядка, по-моему, что-то 100 долларов. Ты прикинь, как можно будет все здорово отслеживать. У тебя есть километраж, который считается, у тебя есть все. Гениально, все, пойдем предлагать эту идею. Так вот, статья о том, что используют как раз GPS-систему для тех товарищей на нашей машине. Они, значит, едут, допустим, представьте, вы едете в Англии, у вас установлена City Light, и они уже, допустим, продвинули. Они это еще не совсем сделали, но они это собираются делать. И, значит, выезжаете в какую-нибудь улочку маленькую, где ограничение скорости в 20 километров. И жмете вы свою педальку на своем новом Мерседесе в полик, а Мерседес больше 20 не едет. И тут же они на велосипеде. Вас обгоняют. Лузер. И ты это называешь Мерседесом. Смешно-смешно, но, в общем, вот это вот то, что в проекте в Англии собираются делать. Именно GPS будет определять, в каком районе вы находитесь. В этом районе они будут находить какое ограничение скорости, не позволять вам ехать, скажем, намного больше. Да, но на самом деле я вижу с этим очень глобальную проблему. Например, вот кто-то гнал, гнал 100. И тут заезжает он в эту зону, где работает эта система. А за ним еще один чувак, который гнал 100. У одного чувака стоит этот GPS, а у другого нет. У одного машина резко начинает тормозить, а у другого нет. И получается авария, из-за чего? Не, ну, конечно, вся проблема в том, что у второго чувака не было GPS. Естественно. Такие машины надо запретить и вообще сажать людей, которые будут покупать такие машины. Да, действительно. Вот, я предлагаю нафиг их сразу. Вот. Ну, я не знаю, что сказать на это. У меня... Нет, 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 я лично этого ожидал. Я лично еще ожидаю много чего. Например, что всем раздадут номера и будут следить за нами. А те, кто не примет номер, тех будут убивать. А нет, подожди, это из другой книжки. Ой, блин, ужас творится один. Не, ну мне это нравится. Мне это нравится. Это прикольно. Отличное начало конца. Замечательно. Хорошо начинаем. Апокалипсис сегодня. Мы все умрем. О, боже, мы все... О, ужас. Ну вот. Ну это, конечно, смешно. Это поражает. Ты знаешь... Ну любят люди гонять. Любят. Но ничего с этим не поделаешь. И тут тебе сделают так, что ты даже гонять не сможешь. А потом они, кроме этого, пропустят законы, допустим, на выхлопы. И только новые машины будут проходить за законы. В итоге все будут... То есть... Все... Ну тебе обязательно надо будет ездить на новой машине. Бля-бля-бля. Вот. Говоря о новых машинах, мы все-таки завершим этот подкаст. Ой, что это за уродство? Так. А, извиняюсь. Я что, это вслух сказал? А, черт, они и вторую картинку не приложили. Ладно, тебе придется... Тебе придется... Черт, я эту картинку сейчас не отыщу. Вот чертова кукла. Вот. Ну, посмотрите. Хотя бы у вас создалось впечатление, на каких машинах вы скоро будете ездить, как и мы. Вот. Мы любим Китай! China Go! Вот. Это еще одна черри-машинка, как вы уже, наверное, могли догадаться. Только такое великолепное создание гениальной технологии архитектуры наших косоглазых братьев. Ой, я не знаю, по-моему, кого-то там реально перекосило, когда рисовал этот дизайн. Ты думаешь, его перекосило или он просто кассует по жизни? Я лично придерживаюсь второго варианта, Ваня. Потому что, вот помнишь, я тебе другие машинки черри показывал, а один. Ты помнишь, как они примеры выглядят? Ну, неплохо так. Ходят слухи, что китайцы спиздили это у GM. Ходят слухи. Не, ну, может GM дизайнится. Ты знаешь, ну, если это реально вот это вот с дизайнера косоглазыми, а то спиздили с GM, то я в принципе... Нет, я верю, что то спиздили с GM. Потому что, если вот это вот, это самый гениальный косоглазый дизайн. Нет, это реально косоглазый дизайн. Если это действительно, как говорится, самый лучший дизайн, с которым... Блин, нет, ну реально, мы политкорректностью, конечно, не страдаем. Мы любим китайцев, не, не, нет. Нет, мы любим китаек, особенно я. Китайцев я не сильно. Ладно, давай, давай закончим эту тему. Вот, слушай, я все-таки хочу домой все-таки поехать. Я, я, я не знаю. Если ты в таком виде собираешься вести... Нет, 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 нет. Да вы что, да что? Да ты что, я подешу в школу. Ты в таком виде дойду? Вот. Я и не знаю. Это вообще сложно описать. Значит, ту статью, которую я читал... Ты помнишь ту резиновую калошу, которая здесь очень популярна? Которую мы обсирали с ног до головы? Ну? Ее сравнивали с ней. Поэтому я бы хотел найти картинки этой калоши, потому что они очень похожи. И качество сборки одинаковое. Вот. Но, я не знаю, товарищи, пойдите, господа, леди и джентльмены. Пойдите... Везде. Дамы. Модемазели. Энмесью. Пойдите... Если вы нас, конечно, слушали. Если вы еще нас слушали, да. Пойдите и посмотрите на это. Зайдите. А в моих шоу-ноцах это... Это предпоследним, предпоследним линком. Вот. Я не знаю. Это... Это тяжело описать. Это... Это без комментариев, конечно. Я не знаю. Я не знаю, что это. Я другую статью не вложил. Вот. Я не вложил другую статью. Но... Я прочитал, значит, тоже такая веселая история была. Там, значит, один китаец. Как он попал в новости, это он орал на весь интернет и на все газеты, что он будет ездить отныне, как говорится, отныне до конца его жизни, он будет только ездить на китайских машинах. Ну... И че? Причина, почему он это кричал, потому что, значит, он несся на какой-то невъебенной скорости, хрен знает где. После чего каким-то образом, я не знаю, почему он попал в аварию, ну, в принципе, легко, наверное, догадаться, потому что он нес на невъебенной скорость. Вот. После чего там Мерседес помяла так, вот. Все вроде как остались живы, кто-то там немного пострадал, не раскрылись подушки безопасности. И Мерседес, сама компания, он там в офис звонил, то все, они мне не смогли дать ответ, почему эти подушки безопасности не раскрылись. Вот. Я бы ему дал ответ, потому что, наверное, они собираются в Китае. Ну, я думаю, ему это не понравится. Но он кричал, что до конца жизни он будет ездить только на китайских машинах, и если будущее этих китайских машин выглядит вот так, то лучше пусть я разобьюсь в Мерседесе. Вы знаете. Зато красиво будет. С шиком. Уйдем из жизни с шиком. Да. Ты знаешь, это напоминает следующую вещь, что и запорожцы. Не, ну если модернный запорожец можно представить, то, наверное, это будет выглядеть... Нет, ты знаешь, все-таки... Я не знаю, мне кажется, в России лучше бы сконструировали. Все-таки лучше, чем вот это. Да, лучше, чем вот это, действительно. Интересно, а это вот это во всю дверь, эта ручка? Это чтобы не промахнуться. Если у них... Нет, ну ты знаешь, это мне напомнило на это... Знаешь, я жил в деревне, и у нас на калитке мы вешали веревку. С одной стороны двери в этой калитке набьем, и в другой гвоздь набьем, и посередине веревку повесишь. Так, знаешь, потащишься на веревку и так... Открываешь. А это для чего вы делали? А? Ну так, чтобы не промахнуться. Ну, блин, знаешь, ручек не было железных нормальных. Вот. А так, блин, веревку повесил. Ну вот и там, видишь? В принципе, вот из этой ручки можно разработать теорию. Теория будет звучать так. Так, если этот товарищ косоглазый, своими косыми, косыми, четырьмя глазами нарисовал такое, то я думаю, ручку уменьшать для его косых глаз просто не имеет смысла. Иначе он просто за нее не ухватится. Ну, тоже надо понять человека, понимаешь? Потратить 15 минут, пытаешься ухватиться и открыть дверь машины. Надо понять. Господи. Прости, мой дух, грешно. Ну, это ужас. Ты знаешь, есть одна правда. Не можешь сделать сам, скопируй. Не можешь придумать сам, скопируй. Скопируй. Выбери лучшие компоненты из всех, что ты видишь, и скопируй. Например, вот так вот, по-моему, Хунда делала, когда развивалась. Сейчас я не знаю, если они там поменяли что-либо. Ну, господа, я уверен, что у этих дизайнеров есть доступ в интернет. Ну, посмотрели бы хотя бы, ну, честное слово. Ёлки-маталки. Ну, если не хотите смотреть на буржуазную Америку, ну, посмотрите на Россию. Хотя бы девятку бы скопировали, ну, честное слово. Лучше бы было. Ну, АКУ, блин, ладно? Ладно, пусть АКУ бы скопировали. По габаритам как раз оно. Ладно, вот и подходит конец этого подкаста. Ну что, пожелаем чего-нибудь хорошего и доброго под конец. И мы все пойдем понемногу куда-то там отрубаться. Знаешь, меня всегда мучает один вопрос. Каждый раз, когда мы записываем, мы кладем на стол две пепельницы. Одно для тебя, другое для меня. Чтобы, в принципе, смысл этого, чтобы я просто нечаянно не задел микрофон чем-нибудь. Точнее, рукой микрофон. У меня мучный вопрос. Почему я всегда стряхиваю пепел в твою пепельницу? А моя всегда лучше, ты знаешь. Как здесь говорится, трава в соседнем газоне всегда зеленее. О, да. Вот. А насчет хорошего из сегодняшних событий, а что вам всегда фортунило? Да. Да, да пребудет сила удачи с вами, сила света капиталистического государства, демократия управляемая. Ну, это уже не самое. Да, кстати, голосуйте за Хиллари Клинтон. А, стоп. Не к тому. А ты за кого бы голосовал? Ты за републиканцев, демократов? Там какой-то лох от республиканцев. Он так выглядит жутко. А я бы пометил ту строку, где написано «все козлы». Там, ладно, конец. Там, значит, выбирают так. Там один черный идет за президента. Какой-то черный, да, понятно. Какая-то баба. Лесбиянка. Понятно. И какой-то белый шорт-с дик. Коротко-членоногий. Ты бы за кого из этих трех голосовал, Валя? Наверное, за лесбиянку. Я тоже, ты знаешь. Главное, чтобы она видео выпустила. Хиллари, мы тебя любим. Полюбим. Ой, ладно, не надо, да? Ой, не будем мы петь. Ну, ладно. Всем хорошей недели. Мы, надеюсь, встретимся с вами на следующей неделе. Всего хорошего вам. И счастливых там будничных, выходных или каких у вас дней. Трезвика. После счастливого Нового года. И побольше коньячка. О котором мы мечтаем уже который год. И который год весь гололед. Ладно. Ну все. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok